Продолжение следует... Любой, войдя на сайт Минтруда, будет знать, что ваша уважаемая организация проводит обучение своих организаций. Они открыты и везде заполняются. Первое. Это реестр работодателей, которые у себя своих обучают. Реестр обученных лиц. Вот это то, что, повторюсь, впервые. Цель этого, надеюсь, понятна. Я не раскрою большой тайны, скажу, что это вызвано халтурой, которая происходит, когда выписывают свидетельства об обучении. За недорого напишем бумажку, что ты обучен. Вот введение вот этих реестров, когда это все только на сайте регистрируется, будет, на мой взгляд, достаточно надежным, так сказать, фильтром и добросовестным работникам. Там определенная форма есть. Подают в этот реестр два источника обученных. Это будут подавать обучающие организации, те, которые в обучающие организации чужих обучают, и все работодатели, которые обучают своих. Вот таких два мощных потока всех обученных войдут в единый большой реестр обученных лиц в области охраны труда. Он большой. Представляете, счет идет в миллионы, сколько у нас человек проходит обучение. Информация, фамилия, СНИЛС, по какой программе прошел обучение, когда прошел обучение, результаты этого обучения и так далее. Поскольку там много информации, в том числе персональные данные, этот реестр будет закрытый. Его могут использовать только Минтруд России и Небюджетный фонд. Итак, реестр обученных лиц. Подают и обучающие организации все сведения о нем, и те работодатели, которые прошли обучение. В итоге, в большой базе, в большом этом реестре соберутся все виды, все обученные, с указанием фамилии, имя, отчества, с конкретными программами, с датами проверки знаний. Соответственно, будет ясно, когда следующее обучение и так далее, и так далее. Большой объемный реестр, он будет только, так сказать, внутреннего пользования, это, по-моему, очень хорошая штука, которая позволит управлять процессом обучения. Будет отвечать на вопросы всякого рода левых обучений, которые выписывают на коленке непонятно кто и не помочь. Посмотрим, как он заработает. Повторюсь, все, кто прошел обучение до 1 марта у себя в организации, в обучающем центре, в реестр не войдут. В реестр начнут поступать только после 1 марта 2023 года. От этого вы ни лучше, ни хуже, поэтому не волнуйтесь, есть вы в реестре, нет вы в реестре. Вы до 1 марта получите соответствующие документы о том, что вы прошли обучение, а остальные попадут в реестре. И третья группа реестра, тоже важная и нужная, это как раз реестр организации, которые оказывают услуги в области охраны труда, или так называемый реестр обучающих организаций. Тут новшеств особых нет. Для вас, уважаемые коллеги, я хочу только обратить ваше внимание на то, что ваши все обучающие организации, с которыми вы давно работали, с которыми вы привыкли, которые вас устраивают, и нет смысла их менять, Тем не менее, воспользовавшись вот этим новым требованием, ну как бы еще раз взвешивать свои возможности, будут они проходить обучение, обучать или не будут. Поэтому неплохо, значит, пройти и поинтересоваться у своей обучающей организации, войдут они в реестр, будут продолжать вид обучения и так далее. Я не буду подробно рассказывать их действия, которые нужно сделать для того, чтобы войти в этот новый реестр обучающих организаций. У всех еще, хотя уже достаточно старенький, приказ 205Н, который, в соответствии с которым они регистрировались раньше, когда шло обучение по приказу 1.29, Особой революции нет, но, в общем-то, требования известны, опыт ими накоплен, они хорошо знают, чем этим заниматься и так далее. И вот это вот новое постановление правительства, порядок аккредитации, организация оказывающих услуг, а там два вида услуг, один из них обучение в области охраны труда, я думаю, они уже хорошо известны и хорошо знают. Значит, что нужно, на что бы я хотел обратить ваше внимание, что подаются соответствующие заявления, потому что аккредитация старая истекчет скоро. В этом заявлении указаны конкретные вещи, что надо быть указаны, указаны конкретные требования в этом заявлении, я повторюсь, разберутся непрекрасные моменты. По результатам этого заявления, оно достаточно жестко написано, в случае отказа я хочу обратить внимание от тех организаций, обучающих, которые это хотят. Первое, что вам может быть отказано в аккредитации, если не соответствуют документы и тем требованиям, которые требования достаточно много, вы уже наверняка их изучили, документов, которые надо представлять, тоже достаточно много, и если аккредитующий орган считает, что это не все соответствует, то вам может быть отказано в аккредитации. Дано право через три года дать повторно, готовьтесь, исправляйтесь и так далее. Но второе основание, почему вам могут отказать, это подача несоответствующих, подложных, заведомо ложных документов. Это, соответственно, не войдут в аккредитацию, вы попадаете, что, как говорят, забанят на всю оставшуюся жизнь, больше подавать документы вам не позволят. И в этом постановлении правительства, помимо перечни тех документов, которые надо подавать, очень важный раздел, это так он и называется, требования к организациям, оказывающим услуги в области охраны труда. И там большой кусок требования к обучающим организациям. Поэтому я вот уже сталкивался, когда меня задают иногда вопросы, консультирую, а вот мы должны этот документ подать, этот документ подать. Тут как-то упирается первая часть, что нужно подать Минтруд. Обратите внимание на вторую часть, каким требованиям вы должны соответствовать. Там более детально прописаны ваши требования к штату, к кадрам, к оборудованию, к срокам и так далее, и так далее. Это первый вопрос, который я хотел бы обратить ваше внимание. И вот сейчас уже на сайте проекта, федеральный проекта в документах, опубликован проект административного регламента предоставления Минтрудом России аккредитации организации, оказывающей услуги в области охраны труда. Это вообще технический документ. Он требования новые не устанавливает, но он детально расписывает те процедуры, которые вас ждут, когда вы подойдете документы в Минтруд. И, конечно, было бы очень неплохо, вам, уважаемые коллеги, которые хотят войти в новый реестр, чтобы с этими требованиями ознакомиться. Там сроки указаны, там последовательность всех процедур, которые будет делать Минтруд, там порядок обжалования и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому новый регламент, он в большой стадии готовности. Сейчас многие регламенты пересматриваются. Я вам советую найти этот документ и, так сказать, в него заглянуть. Это вам позволит лучше подготовиться к аккредитации. В этом же постановлении написано, в каких случаях приостанавливается аккредитация. То есть по-прежнему жесткий такой характер аккредитации остается. Шаг лево, шаг право. Вы потеряете право заниматься обучением по охране труда. Не соблюдаете все те требования, которые оговорены, обратите внимание, и кадровому составу, и другим требованиям. Они должны постоянно соблюдаться. И аккредитующий орган Минтруд России будет за вами, так сказать, приглядывать. И так далее, и так далее. Это тоже важный момент. И вот этот вот слайдик, я думаю, он как раз будет интересен как обучающим организациям, некий переходный период. Что с 1 марта 2023 года, то действие правил аккредитации, которые были аккредитованы, прекращает действие. То есть по старым документам, которые по 205 Н, и по которому сейчас продолжает работать обучающая организация, еще до 1 марта они будут продолжать действие. Дальше она будет приостановлена. И если вы до 1 сентября не переаккредитуетесь, вы просто будете исключены из всех этих реестров. Еще раз напоминаю. До 1 марта, уважаемые обучающие организации, у вас есть возможность пройти новую эту аккредитацию. Вперед, я думаю, вы уже, что называется, в самом разгаре этой процедуры. Дальше, если вы не прошли и не представили 1 марта новую аккредитацию, вас притормозят до 1 сентября. Вы уже не можете обучать. Будет прекращена. Поэтому на сегодня, видите цифры, я взял буквально вчера, позавчера, почти 5000 организаций обучающих у нас в реестре. Большое количество. Поэтому я сейчас уже обращаюсь к работодателям, уточните. Многие могут уйти с этого рынка, многие останутся, поэтому, чтобы вы как бы более-менее понимали. В отношении технопрогресса могу сказать, что она серьезнейшая организация, она как продолжала, продолжает, сейчас очень активно завершает работу по аккредитации уже по новым правилам. Но если вы с другими организациями, то надо бы на всякий случай уточнить. А то вы на них рассчитываете, а с 1 марта закончится срок действия, скажут, да мы решили этим не заниматься. Поэтому не повредит, если вы уточните их действия. Я уже говорил, и в части обучения показывал тот лист по обучению, очень советую, как хороший механизм контроля, насколько вы соблюдаете законодательство, вот эти чек-листы, по которым вас будет проверять инспекция. Опубликован проект изменений этого приказа Минтруда, 20-й приказ от февраля 22-го года. Он был выпущен еще по тем старым документам. И вот красным шрифтом выделены те направления, по которым изменены контрольные вопросы. Они изменены по труду женщин, они изменены по расследованию несчастных случаев, когда проверять будут, как вы соблюдаете. Они изменены по обучению по охране труда, я вам показывал 21-й список, будет абсолютно новый список, очень большой, с большим количеством этих вопросов. Изменены дистанционные работники, подземные работы, правил по охране труда практически все без изменений, кроме 43-го, это правило при работе с электрооборудованием и так далее. Обратите внимание на эти новые правила, новые редакции, повторюсь, это тот опросник, с которым инспектор придет вас проверять. И, конечно же, надо ориентироваться на эти новые вопросы. Еще одна проблема, которую я хотел чуть-чуть здесь рассмотреть, это те новшества, которые пройдут специальные оценки условий труда. Вы знаете, уже с момента первой редакции закона специальной оценки условий труда, у нас выделен целый ряд организаций, которые проводят специальную оценку условий труда с учетом особенностей. Ну, понятно, что для водолазов, для подземных работ, для рыбаков, моряков, летчиков и так далее, не так-то просто по общим правилам провести. Поэтому этот список достаточно давно был, но вот с 1 марта 23-го года уточнили полный перечень тех рабочих мест, которые проходят с особенностями. Там везде шапка начинается, специальная оценка условий труда на этих рабочих местах проводится на основании самого положения, приказ 33-Н, закон о специальной оценке. И вот этих документов, которые утверждает Минтруд, особенности тем или иным. Ну, тут на что хотел обратить ваше внимание. Я очень ждал, так до сих пор не достали, самые первые особенности, которые у нас появились. Это экипажи, кабины экипажей, летчики и так далее, судов гражданской авиации. Он в старых правилах. Были проекты 15-го года, 17-го, 19-го года. Я все думал, ну, отменят, но все, решили летчиков уже не делать специальный оценок. Нет, в правительстве в новой редакции с 1 марта остались летчики. Но это единственных правил по охране, единственных особенностей проведения спецоценки, которых в виде документа пока нет. Будем ждать. Все остальные, они остались, просто и более систематизировались, они здесь расписаны и так далее. И вводятся новые. Я тут в качестве вам просто ссылки. Можете посмотреть, кого это касается. И вот в этот общий перечень документов, которые устанавливают особенности проведения специальной оценки, введена особенность проведения специальной оценки так называемых микропредприятий. У нас с вами есть закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Там определены критерии микропредприятия, одно из разновидностей малого предпринимательства. Ну, там есть ряд моментов, но ключевой это один – 15 человек. 15 человек, вы относитесь, 15 работников в среднесписочной численности, вы относитесь к называемым микропредприятиям. Понятно, что для микропредприятия, как для маленьких, значит, может быть, что-то хочется попроще и легче. И такая попытка есть. Но, чтобы все понимали, сам факт, что вы относитесь к микропредприятиям, еще не значит, что вы сейчас будете в упрощенном режиме, быстренько проведете спецоценку. К сожалению, нет. Первое. Вот указан здесь, дан полный перечень тех видов деятельности по АКВЭДу, которых можно проводить специальную оценку условий труда микропредприятия. Только если они к этим видам. Ну, это всевозможные офисные работники, консультационные услуги, деятельность, операция с недвижимым имуществом, бухгалтерский учет, консультирование, библиотеки. То есть, вот те деятельности, когда вы тихая, конторка, что называется, и при этом микропредприятие, вы попадаете под деятельность, особенности проведения специальной оценки условий труда. Поэтому пройдитесь. Сам факт, что вы маленький, но если вы маленький и не попадаете под эти АКВЭДы, делайте, как взрослые, никаких особенностей, только по основным правилам и основным положениям. И вот этот приказ для малых, который, если вы относитесь к микропредприятиям и относитесь к тем видам деятельности, как упрощает все это дело с 1 марта 2023 года. Ну, во-первых, он четко говорит, даже если вы относитесь ко всем, вы не попадаете под действие этого приказа, упрощенные схемы. Если у вас хоть есть работники, которые получают досрочную пенсию за вредные условия, компенсация за работу во вредных условиях труда, или у вас когда-то проводилась спецоценка и были установлены вредные условия труда. Все, до свидания. Если у вас этого нет, вы относитесь к тем категориям контор и прочих, то, пожалуйста, упрощенные вещи. Многие вещи можно делать без создания даже комиссии. Вместо того, чтобы идентификация с детальным анализом, там приведены чек-листы так называемые, вы просто сам работодатель, его представитель заполняет этот чек-лист. Если нет, да, нет, да, нет, если все, нет, ничего не установлено, то вы считаете, что вы провели специальную оценку без привлечения тестующей организации. От себя добавлю без траты денег на это дело. Но если вы в процессе рабочих мест выявили один или несколько потенциально вредных, пошли по чек-листу и выяснилось, да, организация маленькая, но вы знаете, есть факторы, которые надо бы проверить. Все, одно место выявили, выбрасываем все особенности и как взрослые открываем большой документ, привлекаем аттестующие организации по полной программе. То есть, конечно, это приказ, он закроет специальную оценку для совсем офисных, небольших предприятий. Ожидать от него, что малый бизнес, который там, условно говоря, там железные ворота, варят где-нибудь, не получится, поскольку в него так. И вот смотрите, коллеги, тоже очень важный слайд, хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Так называемый белый список. С учетом этого года у нас этот белый список так называемых старых документов, которые продолжали действовать. И в сегодняшнем моменте он был очень огромный, но все старые списки фактически заменены на новые нормативы. Я об этом уже говорил, а с учетом того, что сегодня говорили, это практически уже все осталось. Вот тот перечень, что еще действует старое. А список был огромный, там было штук 40 всевозможных старых документов, которые продолжали действовать в области охраны труда. Теперь они все заменены, остались квалификационные справочники, остались профессиональные стандарты там, в том числе и в области охраны труда. Остались нормы для лиц моложе 18 лет, предельные нормы тяжести и так далее, пока не заменили и действуют старые. Остались все эти приказы Минтруда об особенностях, о которых я сейчас говорил. Методика приказа 33Н проведения спецоценки. И правила и нормы выдачи СИЗО в старые до сентября 2023 года они действуют. То есть мы, можно сказать, что в области охраны труда мы практически полностью перешли на новую нормативно-правовую базу. Старый белый, так называемый белый список, постановление вот это вот, которое устанавливает те нормативы старые, которые продолжают действовать, он резко-резко похудел. В государственном надзоре у нас с вами появились требования. В 1922 году, я напомню, у нас были особый порядок надзора, которые... И его продлили в ноябре 1922 года, ввели еще дополнительные разъяснения, дополнительные требования, как будет осуществляться надзор. Общий посыл такой, стараются не кошмарить бизнес, а ставятся надзор на 2023 год только те на плановом порядке, которые относятся к серьезным объектам, гидротехническим сооружениям, опасные производственные объекты и так далее. Правила на 2023 год не включаются на контрольные мероприятия в отношении государственных, муниципальных, дошкольного, начального, общего, среднего, общего образования, школы и так далее, и так далее. То есть, посмотрите этот раздел к тем категориям, какие там формулировки, чтобы вы были уверены, что у вас не коснется надзор. Посыл такой, уменьшить так называемый риск-ориентированный подход. Только очень большие риски, если существуют, вас будут проверять в плановом порядке. Этот список продлен на 2023 год, опыт признали хороший. Я вам скажу, кто обратил внимание, вчера президент Российской Федерации проводил большую встречу с правительством Российской Федерации, там был большой раздел продолжения реформирования контрольно-надзорной деятельности. К сожалению, там только выступления я видел, документов еще нет, но в очередной раз заявлено, еще меньше будут кошмарить, еще больше дадут свободы. И будем надеяться, что в области охраны труда, так сказать, вот этот пресс-требований в какой-то мере будет, посмотрим. Сегодня, завтра, послезавтра опубликуют, надеюсь, какие-то документы, чтобы можно было конкретно посмотреть, какие изменения у нас грядут в контрольно-надзорной деятельности. Ну и, соответственно, разрешительная деятельность, продлевается целый ряд разрешений. Ну, применительно к нам, и это, конечно, разрешение касается по санэпид-заключениям, если они существуют. Результаты на год до 23-го по результатам специальной оценки условий труда. Условия расписаны, они тоже продлены на 23-й год. Электронный документ, на пород, я вам уже говорил, мы о нем детально разговаривали о том, что он может проводиться. К сожалению, дома ограничено, нам нельзя в электронном виде, напомню, все, что связано с вопросами инструктажей по охране труда, все, что связано с вопросами расследования несчастных случаев, возмещения вреда и так далее. Это только в бумажном виде. Я напомню этот слайд. Почему? Потому что принят приказ 1 марта 23-го года, вступает в силу приказ Минтруда, который устанавливает требования, которые предъявляются к документам в электронном виде. Там перечислено 124 конкретных вида документа, которые можно и нужно заполнять в электронном виде. Причем в виде написано без дублирования на бумажном носителе. То есть не надо на всякий случай где-нибудь на бумажке написать, сразу в электронном виде это будет достаточно. Не так много в области охраны труда включено в этот список, но тем не менее, пожалуйста, заявление о замене молока на компенсационные выплаты, информирование о несчастном случае, согласие на независимую оценку и так далее. Обратите внимание на этот рецепт, там много требований конкретных к формату этих документов. И те организации, которые серьезно занимаются переходом на электронный документ оборот, этот приказ, который с 1 марта 23-го года, для вас он важный и нужный. Ну и мы с вами завершили, так скажем, мартовское. Я вам чуть-чуть напомню о том, о чем мы говорили, то, что вступит в силу с сентября 23-го года. Это типовые нормы по СИЗА. Они новые, они достаточно давно уже обсуждаются, там еще есть над чем работать, и они будут наверняка изменены, но у нас вот эти новые документы, единые типовые нормы, большой, огромный документ, 5 с лишним тысяч позиций, больше двух тысяч страниц, где расписаны конкретные должности, кому что выдается, он вступит в силу в полном объеме с 1 сентября 23-го года, пока он не обязателен. И, соответственно, правила обеспечения работников новые с 23-го года сентября, это тоже вступит в силу, там тоже достаточно много детальных вопросов. Я не буду на них детально останавливаться, повторюсь, над ними еще как бы идет работа. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот этот вот слайдик, который говорит о переходном периоде. То есть с сентября 23-го года вступят новые нормы и новые правила по СИЗА, но работодателю дано вправо делать по старому, если они вам нравятся, аж до декабря 24-го года. Вы принимаете как работодатель переходы на эти нормы. То есть у нас еще будет с вами время об этом подумать. И вот, так скажем, в плане, еще раз дам некий обзор тех новых документов, которые сейчас вступят в силу. Напомнить, что у нас формы статнаблюдения условиями труда за травматизмом, новые приказы определены. Напомнить, что у нас вышел новый закон о фонде пенсионного социального страхования, как он теперь называется, социальный фонд. То есть с января 23-го года мы забудем такое название, как пенсионный фонд России, фонд социального страхования. Эти два фонда объединились. Это практически ни на чем не отразится, говорится о неких преимуществах, когда это все объединится, сократятся какие-то расходы на содержание всех этих фондов. Но просто, чтобы вы понимали, что пенсионного фонда с 1 января не будет, а привыкайте к социальному фонду и так далее. И с марта 23-го года у нас вводится новый порядок расследования профзаболеваний. Это такой важный документ. Я его не хочу даже сильно комментировать. Он все-таки достаточно частый. Просто пусть у вас отложится в памяти, что если такая проблема есть, что вы обратили внимание по этому документу. Итак, коллеги, мы с вами вот уже в очередной раз пробежались по тем новациям, которые ждут в 23-м году у нас. Более того, я вот так сказать, уполномочен, можно сказать, нашими коллегами заявить о том, что в конце под самую елочку мы проведем еще большое мероприятие, где уже, так скажем, с позиции целого года обратим внимание на те новации, которые в 23-й год придешь, чтобы он был по-настоящему безопасный для всех вас и так далее. Хотелось бы его сделать содержательным, хотелось бы, чтобы это наше мероприятие. Мы сделаем, конечно, анализ, обратим внимание на практику, которая есть, какие-то частые вопросы. Но мы с благодарностью воспримем ваши пожелания, ваши вопросы, что нам включить в программу вот этого заключительного нашего большого онлайн-конференции, которую мы проведем, повторюсь, под самую елочку, ориентировочно 28 декабря. Поэтому пишите, что бы вы хотели видеть, какие вопросы бы хотели более подробно. Или нам выбрать какую-то тему более интересную для вас, более детально остановиться на каких вопросах, или сделать общий анализ. Короче, с благодарностью примем все ваши пожелания. И я надеюсь, мы достойно, так сказать, в этом плане встретим Новый год. А сейчас, коллеги, у нас есть ряд вопросов, которые поступили в процессе у нас. Я попробую вам ответить на эти вопросы. Еще раз напомню, что у нас запись сегодняшнего мероприятия, презентация сегодняшняя и сертификат участников через систему личного кабинета вы получите. Следите за нашими анонсами, давайте наши предложения по дальнейшему рабочим. Та группа, те коллеги, которые подготовили сегодняшний, готовили все вебинары, еще раз подтверждают свою готовность, проблематики нормативно-правовой базы, новинками, рекомендациями, как действовать, продолжать заниматься, держать вас в информировании, давать вам конкретные рекомендации. А уж детальное обучение вы, конечно, пройдете в рамках обучения, которые у нас, повторюсь, с 1 сентября работают по новым правилам. Субтитры подогнал «Симон»